Привет-привет! Сегодня я вам хочу показать альбом, который недавно закончила. Пожалуй, на данный момент это одна из любимых моих работ, в которой мне нравится все. Это большой альбом, его формата А4, хотя если смотреть по обложке, он даже больше. Каждый уголок я украсила филигранью, который закрепила дополнительно братцам, чтобы уже точно эти уголки никуда не подевались. Здесь у меня широко хлопковое кружево, чипборд, полоски бумаги, которые остались от используемого набора, карточка, цветы бумажные тканевые, розочки шифоновые, немного бисера, чипборд. Почти весь чипборд в альбоме я покрыла караклюрным лаком и мне очень нравится, какой получился эффект с трещинками. На обложке я впервые использовала вот такой вот тканевый цветочек с Алиэкспресса. Он яркий, но мне нравится, как он добавил цветовых акцентов. Давайте я вам покажу, что у этого альбома внутри. Завязывается он на хлопковое кружево и первый разворот выглядит так. Заранее хочу попросить у вас прощения за то, что снимаю при искусственном освещении. У нас, к сожалению, традиционно нет солнца и соответственно дневного света, поэтому приходится так снимать. Однако я прикреплю фотографии, которые сделала в те редкие моменты, когда солнышко у нас все-таки появлялось. Здесь будут четыре горизонтальные общие фотографии. Держатся раскладушки на анкере и распахиваются вверх, хотя фотографий будет даже пять. Здесь две карточки для записи. В этом альбоме я впервые использовала дырокол угла. Мне очень понравилось, как выглядит этот уголочек, но надо сказать, что он довольно-таки тяжелый и я накачала порядочную мускулу на правой руке, пока сделала все уголки для подложек. Украсила эту страничку также цветами, такой же вот тканевый цветочек, как на обложке, цветы вишни, маленькие письма, эмбосинг на кальке, нежнейшее кружево, веточка продолжающая композицию и надпись счастливые моменты. На этой страничке я использовала также натуральный спил. Следующий разворот выглядит так. Надо сказать, что альбом получился довольно-таки разноплановым, потому что каждый разворот посвящен какому-то своему событию или теме. Например, вот этот разворот посвящен ему, поэтому и цветовая гамма здесь такая более холодная и насыщенная. На этой страничке каскад для горизонтальных фотографий он держится вот на таком шнурочке и откидывается вверх. Здесь карточка для записи. В качестве украшения я использовала чипборд шестеренки, металлические шестеренки, вот такой вот надпись лучшие на стрелочке, часики, филигрань, чипборд, насыщенная по цвету, темная даже, я бы сказала, такое вот наполнение, это бисер. На этой страничке натуральный спил дерева, также стрелочка. Краешки стрелочек я покрыла золотым боссингом. Здесь у меня шестеренки. И еще я добавила здесь шифоновый цветочек и здесь. Я бы не сказала, что они смотрятся слишком нежно. Мне нравится, как они разнообразят текстуры. Закрывается левая часть на большой анкер, откидывается так и еще распахивается так. Следующий разворот посвящен ей, поэтому и цветовая гамма. Здесь более такая пудровая, нежная. На этой страничке красивая композиция с большой рамочкой и вот таким вот чипбордом профилем, который я тоже покрыла каракелюрным лаком. Использовала для украшения и детализации полупрозрачный бисер, шифоновые розочки и очень милую прищепку. Причем обратите внимание, что украшения здесь продолжают украшения верхней части страницы. Видите, они отдельно на откидывающейся страничке. Открывается так. Здесь подложки для фотографий, здесь дополнительно фото и здесь еще держится на магнитике. Все это держится на прозрачном анкере. В последнее время мне очень нравится работать с такими анкерами, потому что они вписываются в любую концепцию. С левой стороны каскад для вертикальных фотографий, который держится вот таким вот хлястиком, в котором спрятан магнитик. Открывается так. Для украшения этой странички я использовала перышки, бабочки. Все это я вырезала из самого набора бумаги из листа для вырезания. Кстати, я забыла сказать, что это набор Primavera от Scrabberries. Очень мне понравилась эта бумага, с удовольствием еще с ней поработаю. Здесь чипборд, рамочки, цветы вишни. Их я постаралась использовать во всем альбоме, чтобы композиции были похожи. Обратите внимание, что часики есть как на этой страничке, так и на этой. Но если здесь они такие более темные и брутальные, то здесь очень изящные и ажурные. Следующий разворот. Этот разворот будет посвящен свадьбе, поэтому здесь и надпись Together Forever. В этом развороте есть такая фишка, которая мне очень нравится. То есть, обратите внимание, сама страничка вся такая выдержанная, розовые, бежевые цвета. Однако, когда мы открываем подложки, здесь очень яркий акцент, вот такая вот бирюзовая, такая бумага. Ее использовал именно для того, чтобы добавить интерес этому развороту, а также такой цвет поддерживает бирюзовое перышко. Украшена эта страничка цветами, гипсовой рамочкой, таким вот очень красивым бисером розово-жемчужным. На этой страничке подложки горизонтальные распахиваются так. И здесь винтажная фишка, гипсовая птичка, немножко розочек, нежнейшее сердце, которое я украсила очень-очень мелким бежевым жемчугом. Еще все откидывается так. И здесь еще раз кладушки. Следующий разворот посвящен будет ребенку. Ребенок пока не родился, пол неизвестен, поэтому я использовала разные цвета. Здесь и голубой, и розовый, и такой вот травянисто-зеленый. И я думаю, этот разворот подойдет как мальчику, так и девочке. С этой стороны горизонтальные фотографии, распахивается так и так. Здесь две карточки для записей. Внизу мишка и надпись Бэби. А с этой стороны вертикальные фотографии. Подложка держится на магнитике. Здесь на анкере. И внутри еще фотографии. В качестве украшения для этой стороны я использовала замечательную фишку с котенком. Конечно же, чипборд-коляска, бабочка, кружево, миленькая голубая прищепочка, вырубка и капельки с мелкими блестками. И заключительный разворот. Он также посвящен ребенку. Здесь вертикальные фотографии, которые держатся на магнитике, распахиваются так. Карточка для записи. Надпись Бесценный момент. Птичка, нежнейшее кружево. Рамочка. Эмбоссинг на кальке. В этом альбоме я сделала пудрой золотого цвета с розовыми блестками, которая отлично сочетается с самой бумагой. Эта вся часть держится на двух больших анкерах. И распахивается еще так, для того, чтобы была возможность расположить побольше фотографий. То есть здесь вертикальная раскладушка с очень красивыми подложками, яркими. И здесь еще две книжечки, которые полностью вынимаются. Здесь спрятан магнитик и здесь. То есть когда книжечку вставляешь, она фиксируется и уже никуда не девается. Вот такой альбом у меня получился. Я была рада вам его показать. Надеюсь, он вам тоже понравился. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok